В Реутовском музее открылась персональная выставка члена Союза художников России Николая Акимова. Автор посвятил свои работы одному из самых лиричных и загадочных времен года «Золотой осени». Я решил, что надо осеннюю выставку сделать, прощение с осенью. Ну и тут возраст еще сыграл роль, потому что у меня был юбилейный год этот. И осень всегда ассоциируется с возрастом. Как признается художник, осень увлекла его своей таинственностью и буйством красок. На выставке представлено более 80 работ живописца. Это осенние пейзажи, которые были написаны как в Москве и Подмосковье, так и в Тверской, Нижегородской и Тульской областях. Где была написана эта картина? Я знаю, она для вас наиболее значимая. Ну, это связанное место с Поленовым. Здесь это такой великий русский художник. И здесь как бы такое место, оно тоже олицетворяет как раз всю живопись, так сказать, поленовскую. У него все время такие работы, простор. И, в общем-то, здесь тоже показан как раз изгиб реки Оки. Вот там дальше Таруса. Вот здесь вот Поленово. Для Николая Акимова осенние пейзажи – это дневниковые впечатления от путешествий по глубинке России. Здесь можно увидеть поля, узкие тропинки, лес и небольшие деревушки. Кстати, представлены и работы, на которых художник изображает места, хорошо знакомые и значимые для жителей нашего муниципалитета. Реудов – это один из городов, которому вы посвящаете множество своих работ. Почему? Ну, здесь я уже живу больше 35 лет, поэтому здесь связано очень много с этим городом. И также я вижу очень много красивых мест. И когда ходишь по улицам, всегда как-то хочется что-то запечатлеть. Вот поэтому здесь, конечно, вот и станция, и парк наш, который вот сейчас такой сделали, он сейчас новый такой. Живописец уже долгое время живет в Реутове, однако родился и вырос он в столице. Окончил Московское художественное училище. Выставлял свои работы не только в России, но и за рубежом. Вдохновляет всегда хорошее настроение, вот погода, как бы сказать, когда смотришь, когда солнышко все там вообще играет, тогда, конечно, все, хочется как-то запечатлеть это. Каждый художник, у него своя какая-то пристрастие, что ли, как бы сказать, кто пастылью пишет, кто графика, там, гуашь или что-то, акварель. Вот, ну, я пробовал, и, ну, мне как-то не особо понравилось. То есть более выразительно, мне кажется, что у меня получается с маслом. Автор экспозиции далек от шаблонных ассоциаций о Боснии, как времени грусти, тоски и увядания. Наоборот, он воспринимает ее как обновление, период важных изменений, начало чего-то нового в жизни. Все, кто приходил, они все говорят, слушайте, как у вас здесь светло, тепло, и вот создается очень хорошее солнечное настроение. Поэтому, наверное, то, что у нас за окном зима, а здесь продолжается осень, и не просто, да, вот как она вот такая уже в ноябре даже, уже темная, мрачная, а здесь она у нас именно яркая, вот это то, что называется «Золотая осень», осень, к которой обращаются и художники, и поэты, и писатели. Сотрудники МВЦ приглашают всех желающих отправиться в осеннюю прогулку по картинам Николая Акимова. В городском музее выставка будет открыта до 18 декабря. Дарья Агалакова, Станислав Хрычков, телеканал ТВ Реутов.